Да не простят меня палеофаны за такое жуткое надругательство над их наукой, да? Динозавры с деферницированными зубами. Динозавры с деферницированными зубами. Много текста, бла-бла-бла, много текста, бла-бла-бла. К сожалению, у меня очень страшная болезнь, а именно игнорирование дисклеймеров третьего типа. К сожалению, это никак не лечится. Можно только прибегать к профилактике. Но сорваться, как вы видите, достаточно просто. Кристозавр это крупный драмеозаврит 6-7 метров в длину, то есть по габаритам примерно такой же, как Ютараптор. Да, я не знаю, кто пустил слух о том, что Пикораптор. Нет, он не Раптор, он Кристозавр. Благо, она всё-таки признала свою неоригинальность в образе. Хотя вполне возможно этот косик возник, потому что никто не удосушился объяснить, что драмеозавриты и рапторы это одно и то же. Просто рапторами драмеозавридов называют те, кто не шарит. Ну или слишком ленивы, чтобы выговорить драмеозавриты. Название происходит от латинских слов Криста, Хохолок, Гребень и Заур, Ящер. То есть родовое название Хохлат и Ящер. Думаю, причина такого названия ясна. Редовое название Монтанус переводится как Горный. Почему именно такое, вы узнаете дальше. Что же, раньше было лучше. Раньше было больше видов. Конечно, правда, тогда это был Игонодонтит. Главной особенностью, отличающей крестозавра от других драмеозавритов и от большинства других тераподов, в принципе, является его квадропедальность. То есть он передвигается на четырёх ногах. Да вот никогда такого не было, и вот опять. Проблема квадропедальности таких поздних терапод лежит в том, что, скорее всего, они не смогли бы адаптироваться так. Так, руки были уже слишком приспособлены к тому образу жизни, к которому ввели тераподы. На более ранних этапах в Триасе это было более вероятно, учитывая, что так появились прозавроподы. Ну а такие ребята, скорее, могли бы адаптироваться к жизни на деревьях. Стоп, есть слишком много смысла, ещё здесь это... это тут не надо. Это могло заставить близких родственников-рапторов, так долго делавших упор на бифидальность, снова стать на четвереньки. Ну, моим ответом будет, как ни странно, особенность их среды обитания. Монтанус он на той горной, что большую часть времени проводит в скалистой местности. Достаточно хорошее описание. Но с горным образом жизни есть один нюансичек. Правда, как видите, перьевого покрова у него на теле не очень много, и раскидан он очень локально. То есть жить в высокогорьях и при низких температурах крестозавр вряд ли будет. Эти динозавры облюбовали местности с резкими склонами и скалами. Но в то же время чередующиеся с достаточно обильной растительностью. То есть не на совсем больших высотах от уровня моря. Также частенько стаи занимают каньоны и старые кастовые разломы. Наличие сильных передних лап помогает им легко карабкаться по скалам и добираться на труднодоступные для любого двуногого хищника мест. Тот же раптор, способный полагаться лишь на задние лапы, использующие передние ток как крюки и дополнительную помощь, вряд ли сможет перегнать в скалолазание такого мастера, как Кристалл. Я хочу напомнить, существо это вот таких размеров. А если бы он был намного меньше, это бы смотрелось более убедительно. А так это выглядит, как скалистый носорог. Хотя этот парень не выглядит таким тощим и худым, судя по всему, горный образ жизни едой его не обеспечивает. На передних лапах первый палец отставлен внутрь, немного в сторону от других, чтобы более надежно хвататься за опору под собой. Когти спереди такие же массивные, как и сзади. А знаменитый оттопыренный вверх рапторский коготь у крестозавров не выражен. Каждый палец играет большую роль, когда дело касается лазера. В реале вряд ли было уже бы так просто отказаться от коготка. Но тогда... Возможно это должно быть означать, что это новая ветка эволюции. Отошедшая от Драмея заварит. Ага, так далеко она не думала об этом. Учитывая, что она по факту создала не новый вид, а целые новые эволюционные направления среди терапод. Ау. Ау. И это... Любопытно. Хотя потенциал не раскрыт. Такий хвост с перьевым рулем на конце выполняет роль балансира, примерно как у современных пуми и снежного барса. Ага, ясненько, понятно. В общем, у крестозавра есть все приспособления, чтобы чувствовать себя в скалистной местности, как рыба в воде. И хоть некоторые из стаи спустились с горы и начали жить в предгорьях и долинах, все еще их тянет к резким склонам и каменным стенам. Стая, в которой живет Пико, кстати, не стала исключением. Они живут на дне ущелья, образованного и стекающей с гор рекой. Но об этом я расскажу уже в следующем ролике. Половой деморфизм, то есть разница между самцами и самками, выражена, но не сильно. Самцы немного крупнее самок и имеют дополнительный оперенный участок на нижней стороне шеи. У старых самцов... Возникает закономерный вопрос, учитывая, что драмеозавриды, насколько мы знаем, были полностью покрыты перьями. А этот товарищ облысел. Как выглядит его кожа? Так? Или это все-таки чешуя? Или что-то наподобие кожи у Казуара? Вопрос интригует. Самое разнообразное. От приглушенных тонов до довольно ярких контрастных расцветок. Ребята, вы слишком много курите. Изредка, как и у всех животных, присутствуют меланисты, а меланисты и альбиносы. Альбиносом, кстати, как раз и является сестра Пико Жасмин, а их дядя Закари – меланист. Это не разновидность нормы, просто их роду немного повезло на мутации окраски. Помимо вариативности цветов, разную форму имеют зеркальные отметины. Это могут быть широкие полосы или округлые пятна, всегда расположенные по бокам головы под глазами, на задней стороне шеи и у основания хвоста. Зеркальные отметины – также демонстрационный элемент. Аналогом такого покрова можно считать части оперения современных райских птиц и калибри. У крестозавров это мелкие гладкие чешуйки с металлическим отливом. Да, поэтому у вопроса возник спор, и многие приводили в аргумент попугаев. Но есть малюсенькая, сука, проблема! Это маленькие животные, живущие в атропиках на деревьях. Да и у этих райских птиц они же не все яркие, а только конкретный участок. И да, более крупные птицы с умеренно ярким окрасом есть. У козуара вообще голубая кожа. Вот только большая часть тела скрыта под черным пером. Теперь перейдем к диете. Для этого рассмотрим череп крестозавра. Да и простят меня палеофаны за такое жуткое надругательство над их наукой, да? Динозавры с дефилиницированными зубами. Хрен его знает. Дело во всеярности. Основная часть зубов, как у типичных терапор, острые и с мелкими зазубринами на задней стороне, что обеспечивает хороший захват вкупе с довольно мощным... Зачем так усложнять? Можно же просто взять зубы траодонов. И никакой мишуры не надо. Или это очередная какая-то хотелка? Кто знает? Кто знает? Это позволяет крестозавру отрывать куски от крупной добычи или достаточно крепко удерживать мелкого. Эти зубы предназначены в первую очередь для животной части рациона. А чуть дальше на челюсти последние шесть зубов видоизменены. Они более широкие в основании и имеют наклонные воплощения на внутренней стороне. Это адаптация под растительное питание, позволяющая им пережевывать части растений. Конечно, крестозавры не так хорошо адаптированы под поедание растений, как те же орнитоподы, и поэтому большая часть их рациона всё же составляет мясо. Она имеет в виду батареи зубов или слаборазвитые мышцы для жевания. Но проблема в том, что тераподы не жевали. Они отрывали куски и глотали. Даже был найден, если я не ошибаюсь, делофазавр. Который умер от того, что удавился куском от завропода с костями. Хрен его знает. Ну а остальное, ну такой. Даже это такая адаптация ради жалких 20%. Это странное решение. Очень странное. Вернёмся к голове. На конце языка есть небольшое раздвоение. Вероятно, редуцированный орган дополнительного обоняния, доставшийся им от предков. Зачем? Чтобы что? То есть, выходит, по её лору тераподы сохраняли бесполезную для них функцию с триаса. Ещё дальше. Скорее всего, такой хрени у предков просто не могло быть. Да и она им не нужна была. У тераподов вообще язык был, ну, бесполезным. Они не могли им двигать. А птицы могли, современные и более поздние. Из-за того, что у них более разнообразный рацион. Что, в принципе, обуславливает такой язык. Кстати, нашёл орла с очень интересным языком. Ну а так... Хрен его знает, зачем это. Сами крестозавры воздух языком не пробуют, а для нюхи используют нос. Это, опять же, отсылает нас к тому, что они хорошие охотники. Охотятся крестозавры по одиночке или небольшими группами. Метод охоты у них засадный. Это сработало бы, если бы животные, жившие с ними, видели мир так. Ну или так. Нахрадняк так. Но если так, то возникают огромные проблемы. Учитывая, что и у родичей, и у потомков цветное зрение, у динозавров оно тоже было. Но у птиц есть интересная фишка. Они видят мир чуть не так, как мы. Они видят его лучше определённо. Было бы неплохо, если бы она это как-то бы обыграла. А так... Ах... Они, в принципе, способны на стремительные погони, но быстро выдыхаются и предпочитают поближе подобраться к добыче, прежде чем сделать бросок. На открытой местности из-за яркого демонстрационного окраса им приходится сразу начинать погонить. Но такая тактика эффективна только в группе. В принципе, питаются они всем, что движется. Начиная от мелких ящериц и насекомых, которых в основном грызут детёныши, и заканчивая средних размеров орнитоподами. Игонодоны, кампатозавры и прочее. Прапрапрадед встретил прапрапвнука. Забавно. Забавно. Игонодон выглядит... Эх... Какой-то... Неубедительный. Тем более мы знаем, что ситуация была бы немного другая. Конкуренции с другими хищниками крестозавры стараются избегать. Но стайный образ жизни позволяет им успешно отгонять со своих территорий крупных терапот-одиночек. Стайные рапторы же могут составить им ощутимую конкуренцию, если по численности они равны или обходят крестозавров. Так что в плане вытеснения из территории противники берут больше количества, чем рапторов. Ох уж эти старые заблуждения про организованность стайной охоты рапторов. Скорее это походило на банду варанов. Либо эти ребята найдут что пожрать, либо перебьют друг друга херам собачьим. И тем более, судя по всему, любой мелкий раптор был достаточно компетентен, чтобы завалить кого-то покрупней. Как бы росомаха в нашем мире все еще существует. Особенно учитывая рельеф местности, в котором крестозавры обычно обитают. Крестозавры существа социальные, как уже понятно из того, что они живут в стаях, в которых численность может быть от пары десятков... Вот это она перегнула. Это слишком огромная численность для одной стаи. Конечно, судя по всему, такое редко бывает, но... Экология такие громадные существа... Относительно крупные, на самом-то деле. Нанесли бы немало убытка. А если таких стаев будет несколько на одной территории? Судя по всему... Межвидовой каннибализм... Или просто каннибализм... Почему и... Зачем... Мне все не понравится! Отвратительные персонажи! Пропись мира! Работы Бекера не учтены! Ничего нет! Все! Подсчет грехов! Овер до хера! Вердикт вымирания! Между тем... И здесь я исчезаю! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитр Субтитры создавал DimaTorzok 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 а какая я забыл так да нет а спор точно нет это не про нет не проблема или что короче если было бы не сложно я бы хотел бы примерную убедить ее ну не знаю эволюция от обычного раптора до вот этого хотя бы предка самого дальнего который ближе к рапторам промежуточное промежуточное звено и собственно товарища не обязательно придувать им все просто ну типа как эволюции лошади там лапы именно что лапы интересные походка типа как они прошли дошли до этого конечно вопросы все равно останутся долл это будет это было чё это было это было бы более полная картина хотя должна быть вторая часть надо про поведение слайда и типа их или выйдет но в принципе это все за одним исключением впредь и вот такое безобразие будет выходе выходить первого этого как его апреля на это что выходило в прошлые годы она конечно сейчас скрыта но в 1 апреля она будет открыта наш понимаете чего я а пока бываете не забывайте все равно сюда никто не досмотрел за эти этих этих шоу несу мне тут еще кофе кофе да циклов лишь боже чё 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 я несу шо шо я несу боже нет жарко это шо шо я шо то ше шо то шеху а тут ну ладно а на этот ну вы поняли это видео не достойно жить кроме как огромный большой глупой шутки при этом эта шутка осознает что она тупая настолько что где-то стоит и жить а а это и между тем здесь я исчезаю а а а Продолжение следует...